так валерий константинович у меня есть вопрос таки по поводу обрезки если на ветке и живая часть то понятно мы ее оставляем вопрос важнейший ребята а если ветка полностью мертвая до штампа то тоже сучок оставлять я просто знаю что такие сучки начинают гнить и зарастать грибами да потому что мертва а если обрезать на кольцо внимание это серьезный оппонент то дерево начнет заращивать рану и гнили не будет и грибов елки-палки так тогда получается надо целиком руку отрезать если пальцы гниют но планета мой пример не годится внимание так тут вопрос что лучше гнилой пень или здоровое дерево без гнили и грибов вроде логично да раз осталась вот такая вот круглая рана замазали ее и дерево выглядит целым это его варианта мы оставляем сухую ветку но не полностью отрезали оставили вот допустим сучок я наблюдая и ухаживая за старыми абрикосами заметьте он за деревья думает это плохо они же хотят себя обрезали все гнило и мертвое это неправильно это неправда ничего не хотят в них срабатывает программа после обрезки гнилого за лето сразу же частично зарастает и дерево получается абсолютно здоровым вот вот значила я сергей вас уважаю все-таки мое мнение такое мы с кордем мы писали книгу очень серьезно очень важно мы издали действующим депляр в этой книге так назвали этот самый умный сад как пересидать климат и самый важный момент был мы столкнулись два всяко не понимали друг друга течение на на несколько месяцев вот какие искренители два противо вот его мнение такой же какой вот но у меня единственный ученый он же агроном ученый грану его так и так и называется он выпускники тебе ряшки кстати потом когда я приводил в качестве примера посмотрите курдюмов николай иванович на моей стороне садовода любитель знаете что я про эти теми азицы называемых правоверными написали а курдюмов неправильный выпускник я им потом покажу его схему гениальную схему гениальную курдюмова а те-то правильные у них же эти самые нижней ветки не нужны они даже не знают зачем дерево нижней ветки нужны а курдюмов знает и он написал я нарисовал гениальную схему будем проходить дойдем а пока общее понятие смотрите друзья но человек получается так у меня получился сучок у него получается чик нету замазал и дерево здорово вот с этого момента начинается уничтожение дерева болезни и прочее это я говорю потому что здесь стопроцентно мороз через корон не проходит 40 градусов а здесь минус 2 минус 2 минус 2 и там за этим тонкой пленкой из краски и может быть там садового вара тоже минус 2 здесь минус 10 минус 10 минус 10 и там происходит я еще у меня уже сотни фотографий доказательства своей правоты там начинается омертвление и перед это уничтожение со всей сосудистой системы не целиком один день постепенно вот это чисто внешне мы с курдюм обошли мой сад несколько садов потом все эти сады были уничтожены соседями собственными руками мой остался целый и даже без грибов доказательства это самое ну как сказать мы с вами все таки ее наши гости ее подруги она же заведующая лаборатория по грибам кажется доказали а у соседей полностью исчезли все десятки деревьев до одного а разница то именно в этом то и заключалась а курдюмова то я показал 50-100 ран на кольцо ни одна не заросла а ведь у меня-то благодатное место ведь у меня же как морды до вас чуть ли не украина когда украина далеко сравнивали средне-зимнее москва и москва четко столица и большинство ну как бы самое населенное место у нас конечно треза тупик на 8 градусов средней температуры это гигантская разница гигантская этого мне украина и даже не москва на 8 градусов далее смотрите значит все обошли ни одного не только у меня есть такой где знаете как вот такая все равно остается вот такой вот я говорю это то что одно дерево нашли заросшие раны вот такой вот чудом заросла я говорю заросла калусом калус это заменитель коры никогда не заменит если кара выдержит 40 калус дай бог 20-30 но я же ничего не выдумываю смотрим дальше мой официальный ответ видите какие серьезные вопросы какие у меня свою точку зрения но если он переведю а заодно еще сотни людей это будет моя победа попробуем коротко если ветка целиком сухая то вопрос делать рану на кольцо или оставлять сучок по железу уже не так принципиально кстати вот поверьте мы не просто сейчас воду супер толщим это принципиальнейшие в россии вопрос вопрос будут сады или не будут не будут уничтожены миллионы деревьев или не будут и будут с плодами и без всякой это химии то есть ветер на как я вот на этом показалось бы простом примере остаюсь при своем мнении что именно сучок пусть сухой препятствует проникновению мороза в организм дерево аналогично сухим веткам природе примечание якобы здоровое дерево без гнили и грибов ваших праздновать после обрезка на кольцо ну надо было из-за маски это самообман эти главы эти куски идут для будущих глав книги смотрите друзья вот здесь обрезка но назовем ее небрежно это и не сучок это не обрезка на кольцо просто прошу поверить вот это мой сучок справа ну то есть не мой сучок нет это не мой сучок но это пример мою пользу здесь не произошло никакого это самое гниение а вот не зря обрезан и был сухой и вот сухой даже если бы его отрезали поаккуратнее по грудью то есть там специально остается небольшой на площадке да еще специально обработка острым ножом чтобы лучше тогда он начнет вот так вот затягивать чертова это может быть только для краснодара для северного кавказа и уже север ничего не получится а потом там тоже бывает из гранции проселась вот эта разница а главное я всегда обращал внимание и сейчас уже внимание видите вот эти разломы коры вот это сосудистая система сюда шли шелток дальше смотрите как он шел вот так вот огибал и тут огибал и вот это место превратилось гнойник и кора начала придет все год-два вы увидите что здесь будет это страшная рано здесь здесь у меня таких фотографий соте я выбрал одну из них я надеюсь что я хоть чему-то убедил вот попытка зарастить да и вот такие я показывал курдимов на не получается ну хоть и плачь здесь теперь вот здесь температура внутри такая как снаружи нет она немножко себя подогревать на из карции потому что теплый ток идет оттуда но если вы сейчас распилите вы увидите примерно в это время а у меня таких распила много примерно 50 процентов уже вверх не поступает не только потому что это рад а потому что если распилить и увидите что там внутри рана пошла внутрь и там уже вот до самой глубины до самого сердцевины вот это все там мертво я ничего не привлечил то чего нет ни вот ветка справа ни вот ветка выше не надо было эту ветку отрезать все а вот это я специально смотрите внимание здесь был отрезан центральный проводник спасибо соседям как они мне помогают эти самые книги фильмы снимать спасибо им я и проклинаю можно даже спасибо помните девушку которая в линейке рискуя с этого сердца рискуя жизнью резала ветки посреди лета вот вы понимаете чему я научили уже гордонин ватинский только из-за этого вас надо ненавидеть что вы платите с под ногами гадите по сути вот смотрите это было рано дальше развивалась дерево но поздно все вот это мертво вот из-за этого на согласитесь что если бы я не было бы как тут и ничего бы не было это виновата рано и а здесь нас учат выше внимание я это взял с интернета перевод ветки на боковой ветки вот это подлость вот у меня не умею вот так вот взять жирного так перечеркнуть так и так а потом еще вот так и вот так и сказать идиоты вы что к чему научили любое дерево которое здесь кажется зажило вот тут как якобы зажило вот это якобы отрезали она заживет а вот здесь понимаете как бы наплывочка не оставили эти получается вот это неправильно и вот это неправильно потому что вот здесь вот видите он начал от гнева так вот что вот это неправильно, что вот справа, посередине, и вот это такая же подлость, потому что толщина, или как назовем это, диаметр ветки выше раны, в 5-6 раз меньше, чем сама рана. И это называется, вот это подлость, а я специально, вы понимаете, когда-то будут еще сниматься книги. Даже вот эти мои книги, их уже нужно размножить миллион экземпляров. Только этого никогда не будет. Выросшие в памперсах люди не имеют силы воли, не имеют настоящего здоровья, не имеют ума, потому что, еще раз говорю, производство, это я основа самая, производство половых желез у мужчины. Ведь всегда были мужчины умнее женщин, но не обижайте женщин. У вас свои качества, а у нас свои. Всегда были, а сейчас-то что? А? Где они, эти мужчины? У них нет силы создать новую, это самое, чего-то добиться, чего-то даже полностью, вы знаете, деградация идет, строя таким путем. А геи, это, так сказать, наиболее продвинутая часть тех, кто вырос в памперсах, они хороши. Это люди искусства, это люди, танцоры, балеруны, певцы, эти самые, художники, скульпторы, эти самые, актеры, актрисы, актеры. Вот. Но там другие качества нужны. Они не вырастут, они никогда не сделают это, ни паровую машину, ни двигатель внутреннего сгорания. Никогда ничего. И сейчас мы отстаем, отстаем, отстаем. Китай, гигантские шаги вперед. Весь Китай на улице. Весь Китай, мужикам говорят, трясет яйцами. Вот. Которые из-за этого развиваются, охлаждаются и развиваются, охлаждаются и булька, это, сбалтываются. Это яйца, им болтаться надо. Пусть мне не нравится даже, кто-то сейчас компьютер отключил, скажет, он охамел или он это. Это основа жизни на Земле. И вот тогда только скажут, господи, да вот же, вот же пример, вот же. Такие люди, которые делали, вот нет этой схемы и нету статьи. А их требуют, это она, требуют с вас эти самые публикации или нет. А уже все на сто раз одно и то же, одно и то же. Вы будете первые, а не, выгонят, чертовой матери, если вы про это напишите. Просто выгонят. Смотрите внимательно, друзья. Разве я болту? Вот здесь редкий случай, когда не отрезано, а метлина получилось. Вот просто отвалился ветка. Ну, я не знаю, по какой причине сломалась. Я даже не помню, где я эту фотографию взял. Но фотография уникальна. Это будут новые учебники. Как только вот здесь прекратилось, видите, так сразу, вот она, где настоящая. А потом, вот, а представьте, мишлот отрезали бы. Отрезали и замазали. Она и так замазана. Но, допустим, рана не естественная, а искусственная. Что, вот это бы не появилось, а вот я доканчиваю спор с человеком, который говорит, дерево здоровое, выглядит здорово, а потом появляется страшная вещь, только из-за этой раны вот это появляется. Еще раз. Пусть я таким тоном говорю, я не могу по-другому. Смотрите, то же самое, вот это вот начинается, вот. А здесь уже заканчивается. Видите? Связь уловили с этим. Не было бы вот этого облома, не было бы вот этого. Почему? Прекратилось, здесь попал туда мороз. Здесь большая площадь, внутри, не площадь, а объем, или как это, ну объем, внутри оказался мертвым. Распили поперек, и увидите, половины точно нет. Половина сосуда мертвой. И вот результат. Как я пытаюсь убедить? Спасибо. Спасибо.